Новые обновления нейронок, которые полностью перевернут ваш мир, и я в полном серьезе. В этом видео я собрала 5 самых горячих новых обновлений нейронок и новых нейронок, которые сейчас просто взрывают интернет. Некоторые из них вам уже знакомы, но их обновления это просто что-то с чем-то. Меня очень радует осень, ребят, потому что я не успеваю снимать новые топы, как появляются новые топы. Посмотрите это видео до конца, потому что каждую из этих нейронок вы сможете применить свои жизни независимо, чем вы занимаетесь. Это я точно уверяю. Наконец-то мы этого дождались. Правда, ждали мы это от другого приложения, я по крайней мере. А именно перевод видео на разные языки. И стоп-стоп, не просто перевод, ребят. Hagen Video Translate. Оно не просто переводит наше видео. А. Синхронно переводит. Б. Клонирует наш голос. И. В. Трекает наши губы, и это выглядит, как будто я начала говорить на разных языках мира. Или вы, в вашем случае. Наглядно покажу, перед тем, как мы начнем, как это будет выглядеть. И. В. Трекает наши губы, и это будет выглядеть на разных языках мира. Оно в будущем будет намного больше. Это написано в обновлении. Но, кстати, на русском языке у меня не считало видео. Хотя в интернете я видела видео, переведенные с русского языка. Поэтому попробуйте, возможно, у вас получится. Следующее. Нам в бесплатной версии нам дается один кредит. Один кредит – это одноминутное видео. Как происходит загрузка? Все очень просто. Просто мы здесь загружаем наш файлик, и выбираем, на какой язык мы хотим его перевести. Либо здесь есть опция перевести только аудио. Засабмитили, и вот что у нас получилось. Минусы приложения. Первое. Если у вас бесплатная версия, то у вас будет ожидание. И ожидание может быть абсолютно разным. К примеру, когда я попробовала загрузить бесплатное видео, я была на 67-м тысячном месте. Поэтому я все-таки купила платную версию, чтобы вам показать, как оно будет. И в платной версии уже намного быстрее. Сразу же мое видео туда уже загрузилось, и за несколько минут я получила готовое видео. Поэтому с вас лайк-коммент я потратила 60 долларов, чтобы вам показать это приложение. Следующий минус. Оно не работает на длинных видео. Да, к сожалению, здесь есть ограничения. Пока работает функция только до 5 минут. Выводы. Предложение действительно потрясает. Это просто невероятно. Если вы особенно кредите короткие ролики, то теперь ваши короткие ролики вы можете масштабировать на весь мир, ребят. На все самые популярные языки мира. То есть, если вы бизнес-криэйтор, журналист, вы можете теперь говорить на других языках. Но у меня здесь для вас сразу же второе приложение, которое потрясет вас не менее. А именно приложение, которое может менять, либо клонировать ваш голос, причем очень качественно. И даже превращать ваш начитанный текстом просто голос в песни. Программа называется Respeacher. И это программа для клонирования голоса с помощью искусственного интеллекта. К примеру, вот так вот я обычно говорю. В принципе, вы меня уже знаете. А могу говорить вот так? Или могу говорить вообще не так? Опять же, как чего-то необычно, но могу и так. Что вам больше нравится? Напишите, пожалуйста. Может быть, какой-нибудь экспериментик проведем? Это приложение 100% то, что тебе понадобится в твоей жизни когда-нибудь, да точно. Поэтому посмотри видео до конца, что оно еще может. Сейчас покажу его другие возможности. Какие у нас особенности? У нас здесь более 100 разных голосов, которые мы можем изменить. Это помимо того, что мы можем просто клонировать свой голос. Оно не только клонирует голос, да? Не только просто же тебя переводит по какому-нибудь Гиктору. А делает это очень качественно. Она передает все эмоции, передает паузы. И здесь вот я прям вообще не поняла бы никогда, что это голос, генерированный нейронкой, нежели записанный реальным человеком. Как оно работает? Работает оно, ребята, просто. Мы регистрируемся через нашу почту, и нам сразу же дается 15 минут бесплатно. Вполне достаточно, чтобы протестировать или записать 15 минут своих видео. И далее мы либо сначала идем выбирать голоса, заходим в Voices, и смотрим, какие у нас есть голоса разные, их слушаем. Здесь порядка 100 голосов. Вы можете для себя выбрать ваш подходящий какой-нибудь голос. Либо сделать вообще кастом голос, с ними связаться, и можете сделать для себя, да, вот клонированный свой же голос. Далее, после того, как вы выбрали какого-то героя, помимо того, что вы просто можете его послушать, здесь также есть разные акценты, можно выбрать какой-то корейский. Это потому, что этот герой корейский, да, есть можно и английский. То есть разные герои, разные акценты. Следующее, здесь можно выбрать просто casual. Здесь можно выбрать surprised, он более удивленный. Либо делайте голос для рекламы. Или вы захотите, чтобы ваш начитанный текст был спит, к примеру. Круто, это просто, я не знаю, у меня это очень потрясает. Идем далее. После того, как мы выбрали голос, мы идем в проект. Либо мы можем сразу пойти в проект, это голоса, это для того, чтобы вы просто изучили и подобрали классный голос. Далее в проект мы нажимаем new project, и здесь у нас три выборки. Первая выборка, это мы просто записываем сразу же здесь, моментально. Либо мы загружаем наш файл, то есть мы уже записали наш голос, мы просто хотим его перевести. Либо мы просто текст вставляем, текст, и он нам тоже его озвучит голосом. И мы выбираем, на каком языке мы говорим. Здесь нет русского, но я записывала все на русском, поэтому оно, в принципе, это понимает. И после того, как мы записали, к примеру, сейчас я попробую записать свой голос, чтобы вы послушали, насколько это круто, насколько, кстати, он хорошо понимает русский язык. Здесь нужно будет записать более 30 секунд нашего аудио, чтобы потом послушать и перевести их в разные тоны, в разные голоса. После этого, как мы записали, либо что бы выбрали, неважно, мы выбираем уже голос, к примеру, этой же Алисии. Выбираем, какой у нас акцент, casual, и нажимаем конвертировать. И за несколько секунд, до минуты буквально, оно полностью видоизменяет наш голос. Сейчас я попробую записать свой голос, чтобы вы послушали, насколько это круто, насколько, кстати, он хорошо понимает русский язык. Потому что есть нет предложенного русского языка, но, как мы знаем, нейронышки могут с ним справиться. Круто! Да это, блин, потрясающе! Он просто видоизменил полностью мой голос. Вы бы никогда в жизни не подумали, что это я, правильно? Для кого он подойдет? Да на самом деле для всех, я думаю, вы сразу же нашли применение своему голосу. Первое, что сразу же вбегает для профессионалов, для креаторов, как для меня, для режиссеров, для разработчиков игр, для других создателей контента. Либо вы просто хотите создать канал, но не хотите говорить своим голосом, либо подкаст, либо книгу. Вы теперь можете сами начитывать и полностью изменять свой голос. Круто! Очень! Но не спешите переходить и сразу же его тестировать, потому что у меня для вас третье приложение, а именно приложение называется Unscreen, и оно убирает фон с нашего задника. Как оно работает? Да вот так! Либо у меня срочные новости, и я хочу показать важность этих срочных новостей, что я записываю вас сразу же с поезда. Либо вот так вот могу записывать, или вот так вот. Вообще без каких-либо трекингов, без зеленки, без специального оборудования. А вот просто загружаешь свой файл, и оно автоматически убирает свой фон. А далее мы уже подставляем все, что мы хотим. Мы либо можем выбрать наш собственный фон, сгенерировав его ранее в Миджорне, либо мы можем поискать какой-нибудь фон, к примеру, вот этот же. Во-о-о! Круто! Либо мы здесь можем выбрать фон в видео, то есть, к примеру, я на дороге стою, я вам рассказываю про нейроночку прямо на улицах Нью-Йорка, либо просто какой-нибудь светик, который потом мы можем подставить все что угодно, либо изображение. Как оно работает? Супер просто, нам даже не нужна регистрация, то есть здесь сейчас я уже вошла через свой аккаунт, можно не заходить и зааплодить свой клип, и мы видим сразу же, как оно меняет этот фон моментально. И далее мы его подставляем. Выбираем наш фончик, который нас интересует, и, в принципе, скачиваем, видео готово. Какие минусы, если мы не зарегистрировались? Будет доступно всего лишь 5 секунд, если мы зарегистрировались, вот у меня уже 10 секунд доступно, но если у нас бесплатная версия здесь, а будет Watermark, водяная марка, и не будет аудио, то есть мы слышим, нет никакого аудио. То есть это подойдет, если там просто какая-то гифка. Но цены здесь адекватные. Первое, мы либо платим за одно видео, где у нас будет 5 долларов за одну минуту, либо мы просто платим подписку, что на самом деле намного выгоднее. Здесь, пожалуйста, 9 долларов за 3 минуты в месяц, 39 долларов за 15 минут в месяц, за 45 уже 90 долларов в месяц. Есть альтернативы, но они все платные, то есть нет бесплатных альтернатив, которые вот так вот долгие видео могут для вас убирать. Тот же Adobe Farfly, Runway, но это все платные приложения. И из минусов еще может быть то, что оно не всегда хорошо убирает фон. Мои выводы, приложение полезное. И если вы знаете, как это в настоящей жизни убирается фон, вы идете в ту же студию, вы платите деньги, то есть в принципе, если вы посчитаете другие косты, то цена, которая написана здесь, она выгоднее, и вы можете записывать у себя дома, никуда не идти и не платить дополнительные какие-то расходы. Поэтому кому оно надо, его оценят. Ну и почти напоследок, у нас еще одно супер-мега-приложение, которое меня просили вы очень много раз, и оно появилось, оно сейчас бесплатное, скачивайте, пробуйте. Что за приложение? Что оно делает? Оно сканирует вас и превращает вас в 3D-модель, после чего вы можете поместить себя в любые игры, видео, фильмы. Приложение называется In3D. И в чем его особенность? Оно не только супер-просто в использовании, но ты можешь себя интегрировать сразу же в другие сервисы. Сразу же здесь есть интеграция в Unity, в Android, в iOS, в NVIDIA и так далее. Они также запускают новое приложение, которое называется Аватарум. И здесь из себя ты можешь делать супер-качественного аватара, экспортировать себя же в Blender. То есть, если ты создаешь игры, либо у тебя есть разработчики, ты можешь попросить кого-то, чтобы ты стал героем их будущей игры и тобой играли. Насколько это круто! Это просто что-то с чем-то, ребята. Приложения свои, да? Создайте свои приложения, загружайте же себя в игры, в метавселенные. И, пожалуй, наверное, самая крутая особенность, то, что тебе здесь не нужны какое-то крутое оборудование, студии. Тебе будет достаточно просто твоего телефона. Вот так вот просто. Что мы здесь делаем? Мы здесь берем наш телефон, мы начинаем вот так вот себя сканировать. Вот мы на улочке, пожалуйста, обходимся со стороной, чтобы он со всех сторон нас отсканировал, и он сразу же моментально превращает тебя в 3D-героя, где ты сразу же меняешь себя образ свой, одежду. Там разные сразу же есть движения. Тебе даже не нужно заранее записывать какие-то движения, да? Как только он тебя отрекал, ты просто выбираешь любое движение, которое есть уже в приложении, и можешь себя анимировать. Вот так вот, к примеру, делать видео, где ты самим собой дерешься, либо ты самим собой танцуешь. Это просто потрясающе. Что здесь еще круто? Ты можешь себя же поместить в MetaHuman, и в MetaHuman себя еще и доделывать, и доделывать намного лучше. И, почитая отзывы других людей, они достаточно очень хорошие. Кто-то пишет, что из всех испробованных приложений для 3D-сканирования тела это самое лучшее. Очень быстро и просто смогла загрузить 3D-модель на Sketchfab. Куча работы, которые обычно нужно делать вручную при сканировании. Программа делает это вместо тебя. Поэтому отзывы впечатляют. Пробуйте, скачивайте на телефон. Она бесплатная пока, наверное, да? Ну и напоследок, очень быстрая новость о Midjourney, которой вы, скорее всего, тоже будете радоваться, потому что эти комменты я получаю очень часто. А именно, Midjourney скоро вывозит обновление, где мы сможем превращать наши картинки, которые сгенерированы в Midjourney, в 3D. И нам не потребуются другие сторонние приложения, которые делают это не так хорошо, как, возможно, будет делать это Midjourney. Пока это обновление еще не вышло, но в скором времени вы об этом узнаете на этом же канале. Поэтому подписывайтесь и ждите новых обновлений. Надеюсь, что это видео произросло на вас впечатление. Пробуйте, тестируйте прямо сейчас. Пока!